Можно попробовать? Потому что, когда воспоминание какое-то, например, с детства что-то случилось, иногда же такое, еще раньше, спрошу, можно погромче, пожалуйста, нам ничего не слышно, а вам еще хочется. Нам это кому? Вот мы не начинаем. Ага, так и надо формулировать. Когда вспоминаешь ситуацию, она не всегда бывает из детства. Ну, то есть, первый источник, он находится еще-еще дальше, когда вспоминаешь, что в какой-то жизни ты там тонула, в какой-то тебе топили, и вот это идет, и идет. Да. Ну, ты говоришь, что это телесное ощущение, а тело то же самое, что ли? В смысле? Ну, в других воплощениях и было доброте. Ощущение телесного... Память всех телесных воплощений хранится в ДНК. ДНК есть у каждого тела, да, поэтому доставать можно. Это другая ДНК, это не та, которая делается. Это не то, что моё тело было родственником моего тела, раз ДНК тоже. Нет, нет. Нет, нет. В другой стране, в другой человек, у тебя прежевоплощение переносит. То есть, все как бы не выучил из рот, да, они переносятся в новое тело. То есть, даже вот если у человека было рано там где-то, да, например, он рождается в другой стране, вообще другим человеком, у него в этом месте родинка, например, да. Обожденный случай, это... Да, да, а бывает просто болит там. Оно одно и тоже, да, всегда? То есть, это тело, а в прошлых воплощениях, именно это тело у меня было просто другой формы? Да. Да, пластилин. Ну, для меня это вот это все одно большое тело. Ну, я... Да, и поэтому... Когда ты говоришь, я в этом теле и дальше воплощаюсь, у меня ступор. Нет, но мне все равно, вот, к примеру, душа, это же ведь тоже элемент индивидуальности. Да. Даже тела тоже индивидуальны. И именно это тело, оно всегда со мной было, только в другой форме. Один пластилин на всех, он всегда с тобой был, в другой форме. Да. Так, все, уже можно начинать? Да. Ура! С чего? Сейчас. Нежность, да, нежность точно. Там была нежность, я записывала. Там была... Коммуникация. О, да, коммуникация, точно, точно, точно. И условия, ярость. Так, я сейчас запутаюсь. Так. Коммунижность еще будет? Да, еще. Что-что? Дайте еще нежность. Еще нежность? Сейчас генерируем много нежности. Кстати, может, нежность в атмосфере быть, если мы всей комнатой будем ее генерируть? Вообще-то она уже присутствует здесь все время. Возможно, ты чувствуешь ее или нет? Да. Ее тут очень много. Задыхаюсь просто. Ее очень много. Нет, ну если много будет генерировать нежность, то говно попрет из всех. Мне понравилось, в Киеве, кажется, кто-то предложил погенерировать вместе благодарность. Я говорю, да, только без меня. Я за это ответственности не несу, потому что говно попрет из всех. Вот. Хотите генерировать вместе, генерируйте вместе. Ты же говоришь, что как раз насчет говно, как раз именно нежности, то есть благодарность, она как раз позволяет понять, скажем так, что это более означает. А вот именно нежность поднимает. То есть, ну, это как бы пара чувств. Поднимает все, что ты генерируешь, потому что оно у тебя есть. Ты просто, ты когда интенсивность электричества повышаешь, все всплывает на поверхность. Да, дверь открывается, везде двери открываются, и все выходит на поверхность, да. Да, и все падает, точно. Все, что закинул в шкаф, закрывает. Да, вот по примеру такого, да, открываешь. А, 20 лет это там лежало, да, и все то запихивал. Ну, любая эмоция и чувство, которые вы генерируете чуть больше, чем в обычном своем состоянии, поднимает все то, что тут вот там есть, на поверхность. Прикольно. Сегодня мы с мышкой, да. Ну, вот так вот, а он наслаждается цветами. Зайчик-кролик-медведь наслаждается цветами. Так, девушки. Ну, так чего, про нежность, да? Про нежность, про нежность, про нежность, про нежность. Ну, что? Можно закрыть окно, да? Там кто-то радиус слушает. Спасибо. Вот. Нежность, 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 нежность. Давайте я начну чего-то с другого и приду к нежности, так будет мне проще. У нас есть сердце. Я в своем опыте жизни увидела, что сердце — это такая крутая штука. Вообще, мне кажется, во многих направлениях йоги, не только йоги, древних текстах, говорится, что сердце — это самая крутая штука, которая есть в нашем теле после мозга и печенки. Представьте, что в сердце у вас находится неиссякаемый источник, источник, в общем, огромнейший колодец этого нежности, энергии, ну, вот дофига, просто вот вечность такая. Бери не хочу. Ну, то есть можно себя наполнять снова и снова, снова и снова. Наполняешь себя там нежностью, благодарностью, а у некоторых бывает врубаются, как же, это моя нежность, у меня наконец-то она есть, ее у меня столько много, никому не отдам. Так вот, застойная вода превращается в болото, да? Этот колодец бесконечной энергии в сердце позволяет наполнять себя всем, чем угодно, всем, чем вам надо, нежностью, благодарностью, вот что хотите, достали оттуда, наполнили себя и выразили наружу. В момент, когда вы генерируете своим телом нежность кому-то снаружи, то есть представьте этот огонь, вот нервная система, вы начинаете генерировать какое-то чувство. Нервная система электризуется, да? Вы испытываете сами телесное это чувство, а потом вы намерением, то есть вы фокусируетесь на ком-то, да, или на чем-то снаружи, там, деревья, лес, природа, какой-то человек. И нервная система буквально воспламеняется для того, чтобы ваше электромагнитное поле расширилось или там передало, да, к примеру, эту нежность туда, куда вы ее направляете. В тот момент, когда вы выражаете какую-то эмоцию или чувство наружу, ваше тело меняется изнутри. То есть, понимаете, это как, когда бабахает атомная электростанция, чего там, как это называется? Радиация. Радиация, да, точно. Вот. Нежность, благодарность, так же самое, как любая агрессия, ненависть, любая эмоция и чувство, которую вы генерируете наружу, это как радиация. Она проходит, она генерируется из нервной системы и проходит таким вуф в мир. В тот момент, когда она проходит через ваши клетки наружу, ваше тело намного быстрее меняется. То есть, интеграция происходит намного быстрее, если вы начинаете генерировать наружу то, что чувствуете внутри. Не просто оставляете это внутри себя. Я себя люблю, я так себе благодарна, ой, много нежности, ой, так классно, ой, так все круто. Другие люди, да, у них тоже есть возможность генерировать к себе благодарность. Пускай они этой возможностью воспользуются. А чего это я должна? Так вот, когда генерируешь это наружу, то интеграция происходит телесная моментально. Для меня это самый простой способ интегрировать опыт в тело. Просто генерировать его достаточно сильно. И потом это в электромагнитном поле вокруг уже на автомате проявляется. То есть, достаточно глубоко. Там, не знаю, неделю, две, три вы ходите, там, благодарны за то, что есть ковер, есть эта ступенька, есть эта ступенька. Сходите с ума так в метро, да? Тут, 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 тут. И этот человек, и этот. Там столько народу можно практиковать до упаду, емой. А если по ступенькам медленно подниматься, а нет, спускаться, да, подниматься не получается. И вот вы это генерируете, генерируете, генерируете. И потом, когда вы расслабляетесь и прекращаете это делать, да, оно вызывает некоторое напряжение вначале, потому что нужно сконцентрироваться. По сути, не надо напрягаться, когда вы это генерируете. Чем больше вы расслабляетесь, тем лучше проходит электричество. Бывает, я генерирую нежность, и не замечаю, мы генерируем нежность, и не замечаем, что у нас уже руки напряглись, ноги напряглись. Не-не-не-не-не-не-не. Расслабление, как там при телепатии, телекинезе, когда пишут. Пытайтесь сдвинуть коробку спичек взглядом, у вас все тело должно быть расслабленное. Если вы пытаетесь напрячься, все, оно уже там ничего не проходит. Поэтому здесь так же самое. При полном расслаблении, тогда вы можете ощущать, что вы чувства наружу выпускаете, а не… И вы чувствуете только напряжение мышц при этом. И вы уже не чувствуете, чего я там генерирую? Нежность, и начинаете бухтеть в голове. Нежность, напряжение, бухтение в голове – признак того, что вы не расслаблены, и нежность, в общем-то, не генерируется, потому что это в башке происходит, а здесь все зажато. Съехала, хорошо так с темы. Так вот, сердце в моем опыте жизни способно воспринимать вот этот вечный пластилин, этот кайф, это блаженство, источник то, что я называю, через все телесные уровни чувств, 5, 6, включая невидимые, да? Сердце способно именно проживать через слух, глаза, нос, вкус, тактильность, зрение, видимое, невидимое, все это вместе. Оно способно прикасаясь… Вы прикасаетесь телом к чему-то, и именно в сердце это способность, что когда вы прикасаетесь, ну вот к этой мышке я прикасаюсь, да? Мой мозг понимает, вот эта форма в игре, это форма пластилина, форма вечности, форма источника в игре. А благодаря тому, что раскрыто до ядра, этот весь колодец в сердце источника, то когда я прикасаюсь, я чувствую реально, как такой белый пластилин блаженства, немного кипит. Вот. Именно сердце способно воспринимать и проживать телесно вот эту вот самую вечность, весь этот кайф на всех уровнях телесных ощущений. Но при этом вы не сходите с ума, что все это источник, о, где тут кто? Вы сохраняете способность нормально играть дальше. Вы видите, и вы четко понимаете, это формы пластилина, индивидуальные, прекрасные, уникальные формы пластилина, сознание, опыт, ну все, что там дальше включается. А представляете, при этом всем еще нужно достоинство, уважение, нежность, благодарность, разговаривать уметь, да? Это столько всего, вот если так посмотреть, это очень много всего, очень много навыков. Так вот сердце, это вот сейчас про условия будет. Мы ставим условия на нежность, мы ставим условия на красоту, ставим условия на благодарность. Представьте, что у нас в сердце есть двери, именно благодаря этим дверям поток идет наружу и внутрь, наружу и внутрь, наружу и внутрь. И когда мы начинаем ставить условия, двери мы закрываем. Закрываем. Самое простое, если я тебя люблю, ты мне уже должен весь список того, чего я от тебя ожидаю. Во-первых, чтобы ты меня уважал, не врубил, понимал мой опыт, практиковал, чтобы у тебя уже наконец-то стало все единство, источник, чтобы можно было там и то. То есть понимаете, как только мы кого-то любим, мы сразу ставим условия на свое чувство. Вот здесь мы ставим условия на свое чувство. Я тебя люблю, значит, ты мне уже должен много пунктов. Иначе мое чувство начнет причинять мне дискомфорт. А если ты меня любишь, значит, ты будешь заботиться обо мне, то есть в смысле выполнять все мои условия, чтобы мне не было больно. Это вы одну дверь закрываете. С другой стороны, когда вас кто-то любит, вот любит он меня, ладно, у него ко мне свои ожидания, претензии, это в нем. Когда меня, например, любит другой человек, или я ему нравлюсь, врубаются другие моменты. Я должна быть такой, 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 такой. Я не должна быть вот такой. И закрывается вторая дверь. На чувстве проявления любви, привязанности к другому человеку или этого человека к вам. Получается фишка такая достаточно странная. Если я кого-то люблю, он мне должен, если кто-то меня любит, я ему должна. И когда происходит отношение, у меня в данной ситуации произойдет просто двойные перенапряжения. Мне должны, я не получаю больно, я должна, я должна себя предать, изменить, чтобы он все-таки еще остался. Хотя он таки не дает мне того, что мне надо, мне еще больнее. И становится достаточно сложно в отношениях. Это же нужно уйти куда-нибудь, чтобы вот эти все перенапряжения по магистралям нервным расслабились. А бывает, вы сидите, например, в кафе, сами, без этого парня, все хорошо, вы счастливы, вы расслаблены, ой, наконец-то. И вдруг резко начинаете напрягаться. Через две минуты звонит этот парень по телефону. Ваше тело уже в курсе, сейчас будет звонок, оно уже напрягается, оно уже раньше вас знает, что сейчас будут ожидания все работать. И вы думаете, господи, даже в кафе расслабиться не могу. Что это такое? И вот мы ставим условия на выражение своей привязанности, скажем так, да, на выражение чувства любви. Ну, для меня, например, слово «любовь» такое обширное, что когда для меня это нежность, благодарность, восхищение, торжество, это целый спектр. Ну, для меня в жизни так мне понятнее. Потому что когда говорят, я люблю тебя, я говорю, а что ты это подразумеваешь под этим, потому что у меня, ну, слишком большой спектр понимания слова «любовь». И вот так же самое мы ставим условия на нежность. Если я проявляю к тебе нежность, ну, это, во-первых, значит, что, видимо, я подпустила тебя очень близко внутрь к себе, правильно? И значит, ты мне должен еще больше. Там сразу нельзя вообще очень много вещей, чтобы меня не ранило это. То есть я проявляю к тебе нежность, либо ты сидишь и просто ждешь, вообще никак не реагируешь, а это уже плохо, ты же никак не реагируешь. Ой, как ты реагируешь? Ну, реагируй по-особому. И там написано, прописана обычно одна нужная реакция, все остальные реакции не подходят. И поэтому мы проявляем нежность, реагируют как-то иначе, и сразу напрягаемся. Ой, моя нежность, наверное, неуместна, ой, я не буду этого делать. Все, остается что? Посмотреть видеоролики, давать нежность самому себе, а партнер остается на своей территории. Так же само, если меня нежно гладят, что ты делаешь? Ты что от меня хочешь? Тебе денег дать? Вот эти вот вроде как смешные условия, но они проявляются все в быту. Только стоит начать взаимоотношения с любым другим человеком, и не обязательно это сексуальные взаимоотношения. Так же самое и на благодарность. За что мы обычно благодарим? Ну, когда нам что-то хорошее делают. Ну, хорошее. Ну, кто будет благодарить за плохое? Ну, какой-нибудь шизотерик-практик, да. Скажет, спасибо Вселенной за этот опыт. Вселенная, не человек. А потом скажет, спасибо и тебе за этот опыт, человек. И по имени еще назовет. За что-то. А себя мы за что благодарим? За что мы обычно благодарим себя? Перейдите мне, пожалуйста, пример, кто знает. За что мы благодарим себя? За то, что сделали то, что от себя требовали. Круто. На работу сходить. Да. За то, что очень сложно было сделать. Преодоление какое-то. А еще? То есть мы себя хорошо так согнули, об колено сломали. Сказали. Я... Молодец. Вот машинку пахнет. Было страшно, пытался. Да-да-да-да-да. Сломали себя? Я молодец. Спасибо, что я так и могу это делать. И не раз могу это делать. Все круто. Тело такое благодарность. Да. Ты благодаришь себя за то, что ты смог пересилить тело. Молодец. Мы смогли. Круто, классно. Офигительно. Ох, спасибо мне. Спасибо телу. Абсурд. Выходит, это абсурд какой-то. А каким образом тогда вообще между людьми проявлять эту нежность, эту благодарность, эту самую любовь? Нормально для того, чтобы это не было так. Ты встречаешь человека, и ты уже четко понимаешь, сейчас будет целый ворох проблем, конфликтов, жопы, перенапряжений. И ты смотришь, так, ну что ты можешь мне такого дать, чтобы оно пересилило все вот это? Интересно. Ну ладно. Рискнули. Вомут с головой. Так вот это никуда не девается. Мы просто так зацикливаемся на этом моменте, как будто этого нету. Этого нету. Я смогу поверить, что этого нету. У меня очень все хорошо, очень все классно. Ради этого момента я живу всю жизнь. Так вот, сердце, представьте, что это глаз внутри сердца. Мне так нравятся картины. Забыла. Алекс Грей. Глазами там где-нибудь. Да, 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 да. И у него есть такая классная картина, черно-белая. Сердце в терновом венке. И глаз. Так вот, представьте, что ваше сердце имеет этот глаз. Вот оно смотрит и во всем видит источник. Во всем видит истинную, настоящую природу. На что бы вы ни посмотрели. Все ваши реакции исходят из того, что вы видите и телом чувствуете истинную природу любого существа. Живого или неживого. Это как влюбленность. Когда вы испытываете влюбленность, вы автоматом чувствуете, вы видите красоту во всем. Пока влюблены, все прекрасно, все невероятно красиво, волшебно. Вот это вот главный момент. Все волшебное. Оно переливается. Люди, которые очень мало чего чувствуют, да, и больше на уровне мыслей и концепций, для них очень непонятен и абсурден мир человека, который чувствует. Это волшебство, пишет стихи, бабочек ощущает, там, невидимые эльфы прошли. Шезанутая, да? А? Эльфы? Реально прошли? Ага. Вот, видите, шезанутая. А вот эти две тапочки не пишут. Сердце способно видеть эту красоту. Вот самое главное, это условия на красоту, которые и заслоняет то единство, просветление, кайф, блаженство, вот невероятность всего-всего сущего. От того, чтобы увидеть, чувствовать, понимать, проживать это телесно. Потому что сейчас нужно найти что-нибудь такое некрасивое, да, что-нибудь такое использованное, что точно некрасивое. Хрен найдешь, ну. Презервативов использованных ни у кого нет в зале. Бумажка. Ну вот есть бумажка. Ну, блин, не знаю, но даже в бумажке может. Ну вот, видишь. А нужно... Что-то противное. Там есть, да? Окей. Чашка чая вместе? Есть этот чай? Да, да, да. О, давай тогда неси его. Сейчас будет что-то противное. У нас очень огромнейшие условия на красоту и очень узкий спектр того, что мы называем красивым. Как в этом видеоролике про умпа-лумпов, которые сидят перед большим, грязным, разломанным запорожцем. Какие линии! Боже! Это красота! Это непостижимо! Ну вот, вы можете так вот сесть на мусорку свою и посмотреть? О, видите, какая реакция. Там еще была фотография пары, там женщина с мужчиной, что-то там. Мужчина с лицом что-то. Да. Да, 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 да. Мужчина, у вас скорее сразу так. Вот, сразу хочется не видеть, закрыть глаза. Ужасно. Вот, это ужасно. Послушай, а это у меня просто не как красота воспринимается, как какая-то просто дикая эстетика. То есть у меня бывает такое, я смотрю на предметы вообще, хоть куда я смотрю, и это настолько эстетически прекрасно выглядит. Это не то, чтобы просто что-то очень красивое, а настолько своеобразно, что мне это очень сильно нравится. Это оно или нет? Ну, близко, но смотря, а в другой стороне, что именно противно, отвращение что вызывает? О, круто. Ты у кого стырил, тут недопитое. Нет, есть. А в обычной жизни что вызывает, когда туда попадают? А в обычной жизни что вызывает отвращение? Ну, блевотина. Господи, какая-то блевотина вызывает отвращение? Нифига себе. Вот так вот. Нет, если она будет в контексте чего-то стильного, то она мне понравится. Вот мы и говорим. Стильно тошнит. Стильно тошнит. Нет, то есть там, ну, дома такие разломаны. Сейчас я приведу. А, ну, конечно, я понимаю, урбанистический наклон. Сейчас я приведу пример, и ты поймешь, то это или не то. Ну, блин, ладно, для меня тут все красивое. Я не знаю, что привести такое некрасивое. Ну, какой-нибудь человек, например, или... Не, не, ну, мне нужно сейчас. По-моему, красивый пакетик. Красивый пакетик. Для кого это не является красотой? Честно? Да, честно. Просто пакетики все. Нет, отвращение, но... Просто... Просто пакетик тоже? Просто-просто пакетик. А когда мы смотрим в зеркало, мы тоже говорим, просто там, Юля, просто Наташа, просто Саша, просто пакетик. Похожее состояние? Да, да, да. Просто... Да, почему? В зеркале зачастую... Ой, еще хуже, чем в пакетику, да? Суперски, еще хуже, чем в пакетике. Да, я не могу. Пакетик не имеешь, да? Да. Ну, если пакетик будет в стильном контексте. Пакетик, да, он уже даже и сейчас. Нет, ты поднимал руку, что он не является красотой. Да, он полставлен. Ага. Конечно же, у Наташки в руках. Сам пакетик. Так вот, вы не чувствуете здесь красоты, да? Такой вот прямо, чтобы... А-а-а-а! Знаете, черно-белые фотографии крутых фотографов, вот на них смотришь и так... Слов нет вообще сразу, да? А вот так посмотреть на пакетик. Нужно его правильно сфоткать, да? В черно-белом варианте, там, с освещением. Рядом со стильным чуваком, или чувихой. С приоткрытым декольте. Нет, у меня получается вот примерно сейчас то же самое, только не настолько ярко выражено. То есть мне он очень нравится. То есть, Наташ, как ты это уже... Обычно, необычно показать это искусство. Да, сейчас я продолжу. Вспомните самое сильное, что вы воспринимаете как эталон красоты, от чего захватывает дух, и вы не можете это выразить словами. А у кого-то есть там архитектурные сооружения, статуи, фотографы? А музыка? Да. Сколько всего? Пакетика-то нет, да? Не вставляет. А если я в Эрмитаж пакетик поставлю? Скажут, этому пакетику 2500 лет. А вот там уже неизвестно. Нет. Нет. Хотел бы, чтобы потом на этот пакетик мы по-другому смотрим. Да, там точно будет. Подумаем, что мы 2000 лет. Да, да, если хорошо его состарить. Да, да. Короче, если надумать что-нибудь этому пакетику, то он станет красивым. Нет, интерес подходит. Интересно, но не станет. То есть он 2000 лет? Нет, а мне интересно, как он сохранился 2000 лет. Привет. Прошу, как у что-то там информация накопилась у него, понимаешь? Не захватит душу. А вот что-то прям красиво. Да. Не станет красиво. Хорошо, спасибо. Не надо обманывать себя. Да, не надо обманывать себя однозначно. Единство. Это такое переживание, при котором захватывает дух. Нету ни одного человеческого нормального слова, образа и даже картины, чтобы это передать полностью. Вот вы говорите природа, да? Природа. Большинство из вас захватывает природу. Ну и архитектура или что? Ну да. Да. То есть представим, вы стоите на берегу какого-нибудь, не знаю, острова. Может, там на вершине горы. Блин, Шри-Ланка. Гора. Внизу вода. Грозовые тучи. Рядом охренительное архитектурное сооружение. Рядом Эрмитаж. Да, с другой стороны Эрмитаж. В ушах обалденная музыка. Вот это просто непередаваемо. Вот представьте, вы стоите на таком месте. Ветер дует. Чувствуется запах дождя. Там лучи солнечные выходят из-за туч. Бас-пакетик. Бас-пакетик. И вот здесь нету слов. Вот в этом месте, по сути, не должно быть слов, потому что переживание захватывает настолько сильно, что не слова, но образы потом рождаются уже. И в этот момент вы чувствуете себя неотделимым от всего этого. Вот в этот момент, когда красота захватывает настолько, что хочется буквально раствориться вот в этой величественности, вот в этой мощи, особенно если там еще молния и шторм, ярость добавляется, и сразу вообще дух захватывает, сразу восхищение. И пакетик. А есть разница, правильно? А капитальная разница? Очень капитальная разница. Восприятие, да? Вообще-то да. Да. Это разница между духовной жизнью и бытом. Почему в духовном легче, типа, воспринять красоту? Возвращаешься в быт — просто пакетик. Приходишь со сангом, смотришь на себя в зеркало, а духотворенная такая, глаза сияют, обалдеть просто. Приходишь домой с работы — ну просто пакетик. А. Вот это разница. Это огромнейшее условие на красоту. Если вы в быту можете почувствовать ту же самую красоту, которую вы чувствуете на горе, на Шри-Ланке. Там все для этого дано. Здесь тоже все для этого дано. Вот так надо еще это понять. Все понятно, надо расшириться. Все понятно, надо расшириться. Да, надо расшириться. Потому что вот здесь есть условия. Природа, она, наверное, по умолчанию прекрасна, невероятно, это же стихи, горы. Даже если блевотиной какашки по пути, неважно, горы, деревья, нет? Если бы появился какой-нибудь очень крутой мужик, который сказал бы, что вот если гора не такой формы, то она некрасивая, то люди бы его рапеи стали любить. Да, кстати, очень даже. Авторитет работает просто вот так. Молодку, пакетчик, вы скажете, что это вообще самый красивый пакетик за всю историю человека. А природа — это все фуфло, фуфло, фуфло. Покупать 2000 долларов. Точно. Вот эти вот условия на красоту, то есть по моей теории, в моих исследованиях, не знаю, как это правильно сказать, да, в моем опыте жизни. Условия на красоту являются главным препятствием того, что единство все еще не пропитывает ваш бытовой уровень. Того, что вы сатсанга приходите домой, переступаете порог и просто пакетик. Два шага влево — офигеть, глаза сияют. Два шага вправо — просто пакетик. Вот так же работает. Да. А при возрасте нам навязываются все эти условия лучше? Что значит навязываются? Ты выбираешь навязаться. Ты выбираешь, ты соглашаешься и говоришь, да. Да, он восторжен после какого-то момента, когда, ну вот, например... Довольно мелко, кстати. Моя мама рассказывала, что она воспринимала камни живыми, и она говорила, это живое. Ей сказали, мы с тобой не будем играться, если ты будешь так продолжать. Она сказала, окей, это не живое, так и быть. Такие говорили, что у каждого дня она получает самоупредимые условия окружающих и в конгрессе от себя. Да, но это вот хватает ли у нас осознанности, говорят ли нам папа с мамой, да, типа главное то, что ты чувствуешь внутри. Другие люди, у них другой опыт. А вот ты чувствуешь это живым, ты чувствуешь это красивым, ты испытываешь к этому нежность. Это и есть это вот ценное, да, оно внутри нас. Так вот, сердце способно видеть эту красоту, которую мы видим на Шри-Ланке во время грозы с молнией, отличная архитектура и справа Эрмитаж, без пакетика. Сердце способно воспринимать эту красоту, от которой захватывает дух, когда вы моете посуду. Когда вы сидите и завтракаете, и там ваш муж или жена так смотрят на вас с утра, просто пакетик, потому что... Просто пакетик, да, ну что? С утра мой муж просто пакетик. А насколько много от этого зависит? Когда мы видим красивое, что первое происходит? Мы испытываем вдохновение. Либо хочется об этом рассказать кому-то, описать это, нарисовать это, снять об этом видеоролик, и нарисовать, и написать, и позвонить, и смсить, и сфоткать, и отмсмсить. Когда мы видим красивое, в первую очередь у нас появляется вдохновение. Вдохновение — это огонь, уже хочется жить, чтобы выразить вот то, что меня вдохновило. Уже хочется автоматом жить. То есть эта цепочка, я есть, я живу, я творчеством занимаюсь, да? Эта цепочка выравнивается уже благодаря тому, что вы видите красивое, и вы хотите это выразить. От красоты настолько вы заполняетесь переживаниями, что эта цепочка выравнивается. Неважно, насколько она сломлена. Она выравнивается. Вы видите красивое? Вас захватывает это. Чувства переполняют. Да, они могут идти с болью, но вы так хотите это выразить, что когда вы выражаете эту красоту, вы понимаете, вот сейчас вы живой, вот на самом деле живой. Выразили эту красоту, пришли домой, просто пакетик. Опять не то. Все классно. Но только красивое, да. Все зависит, в принципе, от идеи. То есть я на отношениях пробовал, человек, то есть девушку, мы говорили, у нас отношения. Оба, то есть напряжение за пары. И потом мы попробовали просто записать друг друга в другую категорию. То есть у нас не отношения, мы просто друзья. Все. Расслабление. Все отлично. Хотя тоже самое взаимодействие. То есть ничего не изменилось. Ну вот, да, условия, идея о том, что подразумевают отношения еще. Стоит сказать отношения, ты, а, что, ты что-то сказал? Нет? А, у меня телефон звонит. До свидания. Дружба? Да, ну дружба нормально. Вот это огромнейшая разница между духовностью и бытом. Между горой, Шри-Ланка, гроза и просто пакетик. И так каждый день. Мы заходим в контакт и смотрим, там, не знаю, страница чудеса природы. Офигеть. Вау, дух захватывает. Сохранила себе на компьютер. Вышла из контакта, просто пакетик снова работает. Снова просто пакетик. До следующего момента в контакте, до вечера, да, работа. На работе в контакте же отключают обычно. И снова вечером я в контакте. Ой, новые фотографии. Офигительно классно. Сохрани на компьютер. И пошла спать. Вот красота и просто пакетик. Красота и просто... А сколько нужно насмотреть с этой красоты, чтобы вас это вдохновило, и вместо того, чтобы пойти спать, вы начали писать, рисовать, что-то создавать. Не знаю, там, эссе написать. Камушек на верхушке горы, там, такая-то, такая-то. Ну, так вдохновило, так просто вот аж зажгло, что ну, не могу не выразить этого. В целом эссе на 35 страниц. Заснуло в 8 часов утра. Это глупо. Но глупо только для тех людей, которые не чувствуют красоту и не проживают, как зажигает эта красота, когда вы ее видите. Потому что спать уже невозможно. Только что хотела спать, пришла с работы, просто в пакетик, посмотрела на красивое. До 4 утра, как 5 минут, целый творческий там, какой-то момент. Заснула, радостная. Все классно. То есть, по сути, я живу ради этого момента. Увидеть красивое? У меня появился очень хороший вопрос. Он заключается в том, ну, то, что сейчас я понял, это один и тот же механизм. То есть, есть какие-то ожидания. И вот, когда что-то удовлетворяет этим ожиданиям, например, у гора, ты получаешь наслаждение. Если нет, то тебе плохо. Так, механизм один и тот же. Не получишь истинного вдохновления просто от работы одного и того же механизма просто удовлетворения ожиданием. Ты сам должен попасть в это состояние, и тогда ты и от пакетиков вдохновишься. Вот. Так, а теперь как будто мне 5 лет. Ну, вот смотри, есть ожидания, когда им удовлетворяют, тебе... Не-не, мне 5 лет, я в понятии ожидания удовлетворять уже не понимаю. Ну вот. Нет-нет-нет, есть какие-то, в голове шаблоны. Шаблоны и 5 лет тоже не понимаю. Да, это очень важно, если ты сможешь это мне просто объяснить, я пойму. Границы. Ну, так примерно, да. То, из-за чего мы не можем получать удовольствие от чего-то. Что такое удовольствие? Зависло. Удовольствие, ну, просто... Ладно, сейчас, хорошо, сейчас попробуй. Я просто не могу так, ну, вот, давай, как с ребенком. У меня просто не хватает опыта вообще. Агу, агу, мне 2 года! Ну, вот, смотри, Наташа. Есть? Есть какой-то предмет? Вот, смотри. Ты смотришь на кружку, он тебе может нравиться, а может не нравиться. Мне все нравится, все классное. Ну, все, тогда проблем нет. Ну, хорошо, мне не нравится эта кружка, убери эту кружку. Не нравится, а почему? Потому что она другого цвета, не такой, какой ты любишь. Нет, просто туда постоянно кипяток наливают и обжигаюсь. Ну, это слишком уже... Тебе он не нравится по каким-то причинам? Да. А если он тебе нравится, то он тоже нравится, типа, по каким-то причинам? Он мне просто нравится. Ну, мне же 5 лет, ну... Это просто... Люди так взрослые говорят, мне просто это нравится. Ну, ладно, я не могу. Если вы сможете объяснить другому человеку то, что вы понимаете, как на уровне пятилетнего, значит, вы реально это понимаете? Нет, ну... Ну, ладно, я сейчас попробую. Сейчас вопрос хотел задать. Мне просто нравится. Ничего не бывает просто так. Почему? Почему? В 5 лет у меня уже большие глаза. Как это? Ну, просто это причина, это вообще ключевая, как бы, ключевая... Ключевой момент того, что я хочу сказать. Причина. Я слушаю. Мне 5 лет, я не догоняю. Ладно. Хватит. Не можешь? Я не могу. Не можешь? Не могу. Ну, как бы... Тебе нужно просто аналогию привести. Ситуацию, в которой вот бы ты ребенку объясняешь на его терминами. Тебе нравится зеленый цвет? Да. Нравится красный? Если игрушка зеленого цвета, то она тебе нравится. Если игрушка красного цвета, то не нравится. А если метода постоянно наливает вкуснятину, то нравится. Но это не важно. И условия... Есть условия... Ну, нет, условия. Ну, можно бесконечно. Смотри, она не нравится, если наливает туда сладкое. То есть это уже условия. А там не нравится. Это просто расширит свой спектр. Я, ну, как бы, я на простых аналогиях сейчас, типа, ребенок. Ага. Тебе нравится зеленая кружка, но не нравится красная. В голове у тебя происходит одно и то же. Причина. Я слушаю. Причина нравится и причина не нравится. Одинаковый механизм. Черт возьми. Ну, все, ладно. Если пятилетний ребенок не поймет, взрослый тоже не поймет. Да. Ну, ты понимаешь, когда я в роликах говорю? Ну, да. Я говорю, как для пятилетних. Аналогиями, примерами там. Умпа-лумпы, запорожица. Все видели это, все знают. Я беру известные элементы для каждого человека и туда ставлю механизм. Получается очень смешно. И поэтому это доходит. Ну, да, понятно. Все? Все, вопрос. Я не поняла. Ну, ладно. Я уже и не думаю. Вот так вот ребенок подходит к папе. Да, я не понял, я не понял. Иди делать домашнее задание уже. Возвращаемся. А, вот. Почему, когда тебе не нравится, это хуже, чем, когда тебе нравится, если все это из причин? Мне пять лет, ты издеваешься? Это чисто экзистенциальная философия. Почему, когда тебе не нравится, это хуже, чем, когда тебе нравится. Да, то есть... Которая тебе не нравится, она не нравится. Ладно, я потом, я потом сформулирую и расскажу. Убеди Наташу с кружками. Я потом попробую как-нибудь объяснить. Сейчас, блин. Сейчас будешь думать, да? Я сейчас не могу объяснить на аналоге, как ребенку. Может, условия просто нужна? Ну, я вот и говорю, что... Блин, может быть, кто-нибудь другой тогда объяснит. Сбрасываешь ответственность, да? Тебе не нравится красная кружка. Это же не является плохо. Просто она тебе не нравится. А кто говорит, что это? Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, мне не нравится. Так нет, вопрос в том, что... Туда не наливают сладкое пюре. Наташа, нам нравятся горы... Ага. Из-за того, что... Сейчас. Нам нравятся горы... Из-за того, что... Нам никто не сказал, что это плохо. Да ладно. Ты знаешь, какие страшные горы? А вулканы? Да нет. А люди гибнут под лавинами. А все еще нравится. А лавины как не нравятся? Гребое, если ухо, то он становится как бы уродливым для людей. А если у горы торчит что-то непонятное, она только от этого более красивой становится. Да, вот это уже супер. И когда ты смотришь на эту гору, у тебя нету на нее никаких условий. Но... А что есть тогда, если нету условий? Вот, смотри, подожди. Условий на гору нету. И поэтому она тебе нравится. Но когда ты смотришь на человека, и он тебе нравится, то он просто попал в твои условия. А то он, как выглядит, должен хороший, красивый человек. Когда я на гору смотрю, вместо условий, тогда что у меня? Свято место? И поэтому... Вообще я ничего не чувствую. Это как пустота, которая заполняется этой горой. Хорошо сказал. Но это как по-нормальному еще надо сформулировать. Но очень в точку. Круто, 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 да. Это так же, как я делаю паниронки. А тут у ребенка сейчас еще включится чувство вины. Она грустит. Нет, она... Так ее надо сильно наливать. Нет, ну не знаю. Ну ты только что сказала, что кружка грустит, когда... Кружка. Ну немножко она спрашивает. Она не грустит, она спрашивает, почему. Почему я тебе нравится только со сладким? А я, может быть, приду к тебе, я не знаю, там, с супом. Когда с супом придешь, с сладким, тогда понравишься. Вот, она немножко так... Ну ладно, начни, приду к тебе. Какая плохая кружка, а? И вот тут рождается, какая плохая кружка. Если она... Не выполняет условия. Она не выполняет условия. Мне тогда она сама предложила, что она придется ко мне с супом. Я говорю, да дай понравишься. Да не приду, плохая кружка. Вот условия они. Что вместо условий? Когда есть условия... Очень ты классно сказал вот эту про фишку. Да, очень классно сказал про то, что пустота уходит и заполняется. Когда нет условий, то что есть? Каким образом можно почувствовать эту нежность? Вообще везде. Как будто радиация пропитывает абсолютно все. Вот нет у меня условий. И вот я себе говорю, да нет у меня уже условий на нежность. Нет. Чувство красоты сразу появляется. Да, когда нет условий, автоматом появляется чувство красоты. Потому что чувство красоты, это, блин, не знаю, насколько базовая вещь. Если вы не видите это красивым, это жопа. Если вы не видите это таким красивым, как грозовой перевал, там в каком-нибудь перенейском, там бла-бла-бла-бла-бла-бла, то это жопа. Потому что вот это ничем не отличается от девушки на обложке Космополитена. От горы... Сейчас я закончу мысль. От горы где-нибудь на Шри-Ланке или там, не знаю, блин, ну какой-нибудь еще горы. Оно ничем друг от друга не отличается, кроме вашего восприятия, ваших шаблонов. И это только в вашей силе понять это и спросить себя, а чем этот пакетик, который просто пакетик? Чем он такое, да, заслужил? Он спрашивает, почему? Почему для вас я некрасивый? Почему для вас я просто пакетик? Как маленький ребенок, знаете, в школе, там, другие нравятся, а он не нравится, потому что у него нос длинный и ухо кривое. И он подходит к маме и спрашивает, мам, а что со мной не так? Почему другие люди не видят меня красивым? Почему они говорят, что красивые только те, а я урод? Так вот, это только ваша ответственность спросить себя, а почему этот пакетик, часть вселенной, да, часть вечности, да, почему он не является для вас красивым? Почему, смотря на это, вы не вдохновляетесь писать эссе, картины, а представляете, картины два чайных пакетика, восход солнца и кружка, и написано, как я люблю жизнь. Уже круто. Вот вдохновляет. Что за чай? Так, да, хорошая реклама. Да, и сразу же, что же это такое за чай? Да. А, вот. Людям, которые не чувствуют единства, найти красоту в пакетике намного проще, чем найти красоту людям. Это круто, да. Да, 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 да. Наташа, а вот все-таки вот, ну, прошу прощения, пакетик ладно, ну действительно, ну можно. Пакетик не ладно. Он на самом деле своеобразный. Да и даже не бомж, а просто человек, который, на самом деле, который просто от тебя отличается. Все. Он уже не такой. Точнее, в общем, пакетик тебе не зеркалит. Да, пакетик не зеркалит тебя. Нет, почему? Может зеркалить. Ну, если он тебе не нравится. Если это просто пакетик, то он всех зеркалит для тех, кто просто, для тех, кому это просто пакетик. все же зеркалит если классно было что-то я упустила здесь а да на самом деле вот не могу сказать что радость я думаю ну вряд ли кто испытает приятные чувства бомжа действительно все же видели мы говорили где-то пару часов назад про разницу жалости со страдания вот когда жалость тогда мы не видим силы уж за красоту я вообще молчу да сейчас сейчас когда мы смотрим на что-то что у нас вот мы сами если бы стали над это место если бы мы сами были на этом месте мы бы себя ненавидели если бы вы сами были бомжи хай о босс corna со всеми этими цветами ли зущи и лежащая на тротуаре насколько бы вы сильно себя любили вот поэтому не получается испытать красоту нежность к этому человеку потому что если бы вы были на этом месте у вас бы к себе рождалось ненависть Жуткая ненависть за то, что вы вот такие. И поэтому, когда вы смотрите на тех людей, они зеркалят, да, они просто очень чётко зеркалят. Вы видите калеку, и если вы смотрите на калеку, и вы не понимаете силу его духа, не видите красоту в его глазах, в каждом его телодвижении мимики, если вы этого не видите, значит, в этот момент автоматом внутри идёт зеркало. Если бы я была на этом месте, я бы не смогла себя такой полюбить. Я бы не смогла даже хотеть жить. Я бы не представляю, как бы я в зеркало на себя смотрела, и врубается ненависть к себе. Это очень прямое зеркало. Там, где мы не можем увидеть красивое, там мы будем ненавидеть себя, если мы окажемся на этом месте. Да, в таком случае. И самое прикольное, что... И вот ты с корыстной целью не стать калекой и начинаешь себя любить. Да, главное, чтобы сработало. Блин, упустила кусочек. То есть в тех местах, где вы не видите красоту, да, обыденный простой пакетик. Если вы станете обыденными простыми людьми, которые ничего не знают, ничего не умеют, по сути глупые и неопрятные, использованные, насколько сильно вы будете способны уважать себя, ценить себя и чувствовать к себе нежность? Насколько? Есть момент, бывает, бомжи, но глаза горят духом, каким-то силой. А у других не горят? А у других, то есть он падший, он сдался. Вот к ним отвращение искренне... Ну, вот если ты сдашься, что ты будешь к себе чувствовать? Ну, покой, рыжий. Ну, это зеркало просто. Этот человек ни в чем не провинился, чтобы вы не видели в нем красоту. Эта часть Вселенной ничем не заслужила, чтобы вы перестали видеть в этой части Вселенной красивое. Вы просто видите собственное отражение, что вы себя будете ненавидеть, если поставите себя, если окажетесь на этом месте. И вы испытываете отвращение к зеркалу, и вы говорите этому зеркалу, насколько он противный, насколько он глупый, насколько он злой, насколько он такой, каким вы себя ненавидите. А при чем здесь это другой человек? При чем здесь другой человек, если это внутри вас? И очень прикольные механизмы Вселенной Стоит нам не понять чего-нибудь И мы буквально своим непониманием Постоянным непониманием Заставляем Вселенную Создавать вокруг нас реальность Такую, чтобы мы поняли то, чего мы не понимаем Если мы не понимаем, каким образом этот человек сдался Как он может еще жить Нам просто пройти на него смотреть Он вообще такой, а ведь мог бороться Ведь есть люди, которые борются Вот чем дольше ты бьешься об это зеркало Чем больше у тебя непонимание Тем быстрее ты становишься на это место И вначале ты этого не замечаешь Потому что тебе нужно дойти до той ступеньки Где ты испытываешь отвращение И когда ты уже на этой ступеньке Когда ты уже полностью сдался И тут вдруг ты видишь Я сдался, я такой слабый Вот этого пути ты не будешь видеть Слепое пятно Потому что если ты вначале Ты увидишь, ты скажешь Я же борюсь, я выстою, я смогу Поэтому, когда, чем больше вы испытываете отвращение Каким-то, да, там, бомжам, коллегам Тем больше это зеркало того Насколько сильно вы себя просто ненавидите внутри Насколько вы себя не понимаете Насколько вы не понимаете, что каждая частица Вселенной Это сила сознания Это красота Это вечность Впихнули в шаблон Сказали хреново И пошли дальше Не поняли И заставили Вселенную Своим непониманием Все, что мы не понимаем Я называю это кармой Да? Яблоко в нас бросают до тех пор Пока мы его не словим Пока мы не поймем Ситуация будет повторяться до тех пор Пока вы не поймете Это прекрасная часть Вселенной Пока вы при этом понимании Не почувствуете невероятную нежность Потому что испытывая чувство красоты Кроме того, что захватывает дух Потом произливается огромнейшая нежность изнутри К тому, что вы видите красивым Поэтому это такая прикольная игра Если вы хотите в себе такую судьбу Просто начните почаще сталкиваться с бомжами С теми, что вам не нравится Вы быстренько встанете на это место Поймете и будете играть дальше Бывает так, что вот сталкиваешься с бомжами Потом как-то щелчок И сталкиваешься с прекрасной С прекрасной Чаще и чаще Это значит уже как-то Это может быть уже работает слепое пятно Если не сталкиваясь с бомжами Если ты сам выходишь И посмотреть на бомжей И все еще есть отвращение То уже работает слепое пятно Это значит, что оно уже не дает тебе бомжей Это значит, что ты уже начал предавать себя И оно тебя, да, отвлекает Смотри, красивое, красивое Дойдешь до этого уровня предательства себя И резко увидишь А так нет А проверить можно только Если самому натолкнуться на зеркало Подойти, найти бомжа И посмотреть Есть отвращение? Ага, если все красивое Значит слепое пятно Я уже в жопе Где? Вот Для меня это как математика Как алгебра Ну то есть Уравнение Это все очень просто Если вы знаете, как это работает По алгоритмам все очень просто вычисляется Да При счет Бомжей И то, что вот У них очень трудно увидеть, скажем Силу духа, да Вот такой момент Который может помочь Мне пришел в голову Ну, во-первых Вот те, кто верит То, что мы все сами выбираем Да, и ответственность у нас То вы как бы Вы должны понимать Что вот этот бомж Да Это его не кто-то насильно Судо взял за толка Это он как бы сам выбрал Вот такую жизнь То есть домоплачения, да И вы должны понимать Что какой силой духа Нужно обладать Чтобы сделать такой выбор То есть Такой выбор Что вы даже То есть вы ненавидите этого человека Вот, да Вы не можете представить Как вы окажете с ним вместе А он сделал такой выбор Меня больше интересует Как он там выбрал Это меня не волнует Моя реакция На то, что Да Ну, знаю Сила духа Включает в себя какое-то понятие Когда ты борешься с обстоятельствами Вот это Где это сила духа Вот это был заслой Ему нету этой силы духа И вот теперь он такой Почему ты думаешь Что только это сила духа Ну, то есть Нет, нет Я говорю, что это сила духа Это сила духа А как далеко Вот это простирается Твое взаимоотношение с бомжами Сейчас Да Да, у меня такой вопрос Вот, например, я понимаю, да Что я испытывала бы жалость Да, потому что Такую ситуацию к себе Ну, к себе бы я тоже жалела Да, что для меня это Ну, там, какая-то слабость Ну, и так далее Моя собственная Я ее себе не люблю Что я, честно говоря, не знаю Что с этим делать Даже если я это нашла Ну, я буду просто снова и снова Делать ответ один на вопрос Благодарность Благодарность До боли И там понимать То есть избавляться от условий Тоже с помощью благодарности Благодарность к ситуации Или благодарность Сейчас Первичная благодарность К чувствам внутри вас Потом уже благодарность К ситуации К людям Ко вселенной Ну, к телу не забываем После чувств К телу К ситуации К людям Ко вселенной Но первичные ваши чувства Потому что если вы начнете Оттуда там Спасибо вселенной Это до вас дойдет еще долго Потому что чувства-то у вас Уже здесь бурлят Вот все Сейчас О Не, я нежность хотела Да, вот так вот про нежность И сейчас я вот кусочек последний Про красоту И потом на нежность Так вот Сердце Оно способно Видеть красивое Видеть эту вечность В любом существе Не важно Насколько он сломан психически Насколько он сломан физически Не важно Насильник он Урод Бизнесмен Для некоторых и бизнесмены уроды И президенты Это насильники Да У каждого свой шаблон Своя рамка Свои галочки Сердце Там внутри Когда вы его раскрываете Полностью До ядра Не так просто Я всех люблю Я там всех уважаю Я там сияю этой любовью Но что-то не работает Когда я смотрю на этих всех людей Сердце способно Воспринимать красоту В абсолютно любом объекте Субъекте В абсолютно любой частице вселенной И когда Обычный человек видит Сломанную психику Да Он говорит Бедненький Как тебя покорежило жизнью Сердце видит силу Сердце видит красоту Сердце испытывает уважение И интерес К этому опыту К познанию именно этой части Жизни вселенной К этой части себя Чуть попозже Помните плата Либо другой человек враг Либо другой человек Это просто другой я Так вот Сердце работает по механизму Ты это другой я И когда оно видит Другого себя Который может быть сломан Психически Да Эмоционально неуравновешен Сломан жизнью Побит Изнасилован То сердце Видя эту красоту Оно способно Полностью раскрыться И иметь весь потенциал Чтобы войти В эту чужую боль И спросить Нужна ли тебе помощь Если да Как мне Можно тебе помочь Не шарахаться От этого другого себя Не шарахаться И говорить Вот у тебя нету Вот этого Вот тебе А вот так вот Надо жить Сердце способно Видеть силу Мощь И красоту В любом сломанном По социальным меркам Объекте И только когда Вы видите красоту Вы способны На самом деле Помочь Если этому Человеку Нужна помощь Если он о ней просит Поскольку помощь Поскольку помощь Когда вас просят о помощи А вы с таким назиданием И раздражением Ну ты что тупарь Вообще не понимаешь Не догоняешь Но более интеллектуальными терминами То это отнюдь не помощь Это давление И показывание Что вы вообще не видите Не то что Красоту Силу Вы там вообще не видите человека Вы зеркалите себя Просто на сто процентов И это тогда уже не помощь Такой человек скажет Спасибо Я лучше своими силами Чем буду это слушать Сердце способно видеть Чувствовать Эту непостижимую красоту В каждом лице В каждом сердце В каждом движении В каждом ругательном слове В каждой боли В каждом сломанном сердце В каждом разорванном на части сердце От боли Именно благодаря этому Такой человек может Помочь Реально Этому Другому существу Со сломанным Разорванным на куски сердца Стать снова Целостным Потому что Любое существо Кто стремится к целостности К умиротворению Правильно Кто не стремится К целостности К счастью К радости К умиротворению Кто стремится К боли К страданиям Жить С сломанной нервной системой С постоянными страхами С постоянными перенапряжениями Мы все стремимся К умиротворению К целостности К тому Чтобы проживать Это самое единство Хоть как-то Как у нас получается И поэтому Что мы делаем Мы избегаем То, что нам кажется Некрасивым Таким образом Мы больше сталкиваемся С прекрасным А чем чаще Заходишь на катаматрицу Тем больше У тебя хорошего настроения Именно Самое сложное В том Чтобы раскрыть сердце Потому что Сердце Это ранимость И уязвимость Это такие вещи Которые в общем-то В социуме не приветствуются Ранимость И уязвимость Господи Ты что Наивная нюня Так получается Ранимый И уязвимый Уязвимый В моем понимании Это когда человек Открытый И искренний И он Уже понимает Одну такую вещь Благодаря которому Которой Он открыт И искренен Без страха внутри Без страха внутри И открытый И искренний Я имею в виду Не смысл Я рассказываю О себе все Все рассказываю Вся информация Обо мне Вот прям выложенная Нет Искренность И открытость Я все время говорю Для меня Это уровень Чувств и эмоций Потому что Мы можем рассказывать О своей жизни Очень много Очень много Но рассказать о том Чего мы боимся По-настоящему О том Что мы вот Сейчас чувствуем Другому человеку О том Что вот тогда-то Мы испытали Такое чувство Которое нас так пугает Что вот Лучше о нем Даже вот и не вспоминать Искренность Искренность И открытость Вот я называю Это уязвимостью Когда вы Без страха Можете искренно И открыто Говорить о том Что вы чувствуете Сейчас Или в какой-то Другой момент Времени Не то Что с вами Происходило Потому что Информация Это информация Для некоторых Даже Условие на информацию Идет Типа Если я расскажу Это о себе Кто-то использует Это мне во вред А что говорить О чувствах И эмоциях Тогда Ведь это еще Более глубже И быть уязвимым Это уже часть Открыть часть сердца Быть уязвимым То есть Когда вы Самый простой способ Нет никаких Генерировать радость Начните просто Говорить близким людям Чужим людям О том Что вы чувствуете Сейчас Искренно Не в смысле Там Я тебя Ненавижу Заебал уже Не в этом моменте Да Это значит Что у вас Агрессия И Вы сейчас Орете сами На себя В зеркало И бла-бла-бла А вот В те моменты Когда очень Страшно Сказать Что по-настоящему Чувствуете И думаете Когда Очень и очень Страшно Вот сейчас Сказать Ты мне нравишься Ой Это я кашлянула Да Да Я тебя люблю Я там вообще молчу Хотя часто говорят Я тебя люблю Потом замолкают Либо начинают говорить Я тебя люблю Как компенсацию Типа Все хорошо Я тебя люблю Все хорошо Я тебя люблю Все хорошо Быть искренним С другим человеком Полностью На уровне чувства Эмоций Получается Когда мы искренне С собой Поскольку Если мы Не хотим Понимать Что мы внутри Чувствуем То о чем Мы будем Говорить другому Человеку Если мы Сами не распознаем Да Дайте мне Варианты ответов Что я там внутри Чувствую Чтобы я вам Сказала Что я чувствую И я буду искренним Ну сейчас Я искренен Потому что Я не знаю Что я внутри Чувствую И не хочу Туда лезть То есть Самая простая практика Это начать Быть искренним С близкими Вам людьми Да Жена Муж Папа Мама Бабушка Дедушка Самая лучшая школа Пойди скажи маме По-настоящему Искренне Что ты сейчас чувствуешь Когда тебе борщ приготовила А ты не просил И ты уже наелся В суши-баре Вот полчаса назад И напился И пойди Искренне это скажи А? Хорошо напился Да Хорошо напился И здесь есть Такая вот Тонкая грань Осознанности Мы не вырубаем мозг А то потом После семинара Начнете всякое говно Людям говорить И скажете Это Наташа Сказала Будь искренним И открытым На уровне чувства И эмоций Мы осознанность Не выключаем Если из нас Сплет говно Мы Говорим Пять минут Пойду проработаю Своё говно Сейчас пойму себя Поняли себя Вернулись О! Снова человек красивый И нежность К нему проистекает Всё отлично Это Я думаю А ты Ага Сказала В абсолютно Всех частицах Вселенных Я же не могу Весь спектр Перечислить По справочнику В абсолютно Всех Частицах Вселенной Подставь Всё что у тебя Там есть Абсолютно во всём Оно способно Видеть красоту Вдохновляться От этого Испытывать Нежность Огромнейшую Благодарность За то что Эта частица Вселенной Существует Именно благодаря Этому Этот человек Может входить В болевую зону Другого человека И не умирать От той боли Которая там присутствует Да Как осознавать Что Зеркало Сейчас я про второй Услой Про ранимость Так вот Мы мозг Не выключаем Если из нас Прёт агрессия Мы понимаем Что это зеркало И начинаем Внутрь себя идти Самый Один из Распространенных Вопросов Это когда спрашивают Хорошо Из меня прёт агрессия Либо её подавлять Либо её выражать Что ещё с ней делать Начать себя понимать Намного раньше Чем она начинает переть То есть чувствуете дискомфорт И сразу лезем внутрь Сразу Благодарность себе И нежность Где я себя не слышу Обычно Мы этот первый дискомфорт Упускаем И говорим А что-то там Ну ладно Что ты там говорила Через 15 минут Дикий ор То есть мы не выключаем мозг Я имею в виду О том насколько сложно Обычно говорить Вот те самые сокровенные вещи Когда тебе кто-то нравится Когда ты хочешь Кого-то коснуться Или просто там Не знаю Нарисовать цветочек Открыточку Засунуть под кроватом Или не знаю Под дверь И пойти себе Своей дорогой Когда хочется Вот такую нежную Тонкую вещь сделать А ты думаешь Как-то он может быть Неправильно Это поймет У меня будет много проблем Да-да-да-да-да-да-да-да-да И куча условий на это так это о чем до уязвима сиронима сейчас поэтому самое простое это начать вот эти вот самые сокровенные нежные тонкие моменты внутри себя порывы которые появляются реально выражать они такой момент уже ушел ну ладно момент ушел ну ладно так так много лет проходит главное а потом этот человек замуж выходит такой ладно да ну чё уже ну уже все и второй момент ранимость многие ранимость в общем так как и уязвимость слова ранимость многим не нравится часто говорят вместо уязвимости пиши открытость я говорю но открытость это открытость а вот уязвимость это когда ты можешь даже себя до к себе быть настолько искренним чтобы увидеть все свои места где больно если ты увидишь все свои места где больно ты вместо жуткого ора на человека можешь ему сказать ты знаешь сейчас я испытываю очень сильную боль я тебя боюсь это совсем другой чем до его пошлешь на три буквы развернешься хлопнешь дверь и уйдешь есть разница в коммуникации есть и вот ранимость для меня лично это как бы такой уровень целостности то есть понимание себя например возьмем не слова целостность а просто такой глубинный уровень непонимания себя что видя когда другой человек на вас бросается с агрессией у вас не жалость рождается у вас не агрессия в ответ рождается у вас рождается интерес понять у вас рождается интерес понятие вы спрашиваете что с тобой происходит что ты чувствуешь ну естественно люди в агрессии или в боли в обиде на такие вопросы на контакт так не идут и нужно научиться а здесь навык коммуникации великолепный навык коммуникации мы вроде все в социуме вроде как для социума навык коммуникации самый базовый но смотришь в бытовую жизнь и он отсутствует он что только на работе хорошо проработан да еще как они еще ближе просто подойдут куда они пропадут они наезжать начнут они скажут ты чё говоришь ах вот ты какой да а ну прикрой ротик а ну давай занимайся своими делами не сразу наедут на тебя стоит только начать разговаривать и вот ранимость ранимость это наверное одна из главных таких дверей в сердце потому что ладно уязвимость вы еще наработаете да вы начнете говорить другим людям как они вам нравятся там о чем вы мечтаете чего вы боитесь а только на вас человек голос повышает и вы сразу закрываетесь как ракушка и все уязвимость есть ранимость не 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 получается что внутри вас такое хрупкое что вы защищаете тем что закрываетесь Что это хрупкое? Ну обычно говорят, больное эго. Ну потому что нежность к себе, благодарность к себе. Когда вы видите себя в зеркале, и вместо просто пакетика вы видите грозу над Шри-Ланкой, тогда там нету ничего того хрупкого, что сломается. Там только мега сила, потому что вы себя таким ощущаете. Вы все это таким видите. Что тут ранимого? Что тут сломается? Тут только сила, сила, мощь, красота, нежность, благодарность, радость. Что тут ломаться? И поэтому вы можете научиться быть уязвимыми. Вы можете научиться говорить искренне, говорить открыто о своих чувствах. Но стоит вам раскрыться еще больше. И если другой человек более грубо с вами общается, вы делайте 20 шагов назад. И начинайте снова. А вы уже знаете телесно, да? Стоит вам открыться глубже, и снова кто-нибудь вам насрет в душу. Ну так происходит. Кто-нибудь все равно насрет в душу. Ну потому что у других людей тоже есть боль, как и у вас. Точно так же. Это нужно ставить в свой контракт для себя утром. У других людей тоже есть боль, как и у меня. Не все видят грозу над Шри-Ланкой, когда смотрят в зеркало. С утра запоминаем это и выходим на улицу, да? С транспарантом. С транспарантом. Скоро будут такие, знаешь, надписи на стенах. В душу. Нет, срочно и дорого. Срочно и дорого. Новая услуга появится. Работаю зеркалом чистым. Ранимость позволяет зайти в то пространство, где боль. Будущее полностью открытым. То есть ранимость работает при полной уязвимости. Если уязвимость вы не нарабатываете, ранимость не будет работать. То есть если вы не открыты, ранимость – это когда вы полностью открыты перед собой и перед другим человеком. То есть вы понимаете, что вы чувствуете, и вы умеете так общаться, что вы можете на языке этого человека сказать ему, что вы чувствуете, так, чтобы он не разбился, как хрупкая ваза. И в этом открытом состоянии ранимость – это когда вы заходите в чужое пространство боли. Вот здесь уже больно, очень больно, страшно больно, но вас это не убивает, но вы чувствуете это напряжение боли. То есть здесь у человека, не знаю, предательство, одиночество, просто адская боль, страх, что он никому не нужен вообще в этом мире. И вы заходите, если у вас внутри здесь уже все выстроено, и нежность к себе, и благодарность, и понимание себя, и эту красоту вы в себе видите, вы все эти дары способны перенести в это пространство боли. Положить и делать шаги обратно, аккуратно. А вместо этого у нас получается, мы видим другого человека, он кричит о своей боли, мы ему даем в рожу, и гордимся собой, и идем домой. Или побухать с друзьями, в том числе сказать, а я смог. Эволюция и инволюция, да, деградация. Нас 7 миллиардов, примерно там, да, сколько там умирает, рождается. Нашими руками строится социум. Каждого из нас. Очень страшно выйти и начать говорить о нежности, приехать сюда, делать мимические пасы руками, лицом, и говорить о вечном, о том, что вот наш быт, разница. Шри-Ланка и просто пакетик. И мы бегаем, ездим на семинары и просто пакетик. И почаще на семинары, нужно больше денег. Долго просто пакетик и часто на семинары. Каждый из нас. Как эта штучка в часах называется? Шестеренка социума. Каждый из нас это частичка социума. И нашими руками это все строится. Только каждого из нас. И если нам страшно встать и сказать об этом, то кто кроме вас встанет? Кто кроме вас начнет изменять вашу собственную жизнь, чтобы вы могли точно так же встать на улице и сказать, ты прекрасен, не нервничай. Мне понравилось, забыла, как называют этого чувака. Он тоже видео снимает такие на домашнюю камеру. И он сидит, он был учителем, потом его долбануло, он там практиками занимался. И он сидит на улице с табличкой. You're perfect. Ты совершенство. Просто сидит на улице и раздает такие штучечки, там написано, ты совершенство. И он в интервью рассказывал, что женщина, говорит, просто шла, подошла, расплакалась и обняла его. Она говорит, вот сейчас это то, что мне нужно было услышать. Мы все семь миллиардов соединены тем, что у нас одинаковые по строению тела, нервная система, органы, кровь, психика, бла-бла-бла-бла-бла. И мы друг друга воспринимаем по механизмам, ты предположительно враг. Я держусь от тебя подальше. Если что, я манипулирую. Ты сделаешь мне больно. Я точно знаю. Но как при этом построить нормальные семейные отношения? Объясните мне. Семь миллиардов, которые ходят и смотрят друг на друга волком. И мы сами строим этот социум. И если нам, каждому из вас, если каждому из вас страшно сделать свою жизнь целостной и счастливой, если вам страшно приложить тысячу процентов усилий для того, чтобы не сдаваться, да, или сдаваясь, снова подниматься, сдаваясь, падаясь, снова подниматься, чтобы стать целостными. Потому что есть вселенная, она не хочет, чтобы вы себя в жопу загоняли, страдали, падали, снова поднимались. Это вот есть, да, если сила духа, это только когда я упаду и встану, упаду и встану, тогда я крутой супермен. Может быть, обо мне снимут голливудский фильм? Вселенная хочет, чтобы все было очень просто. Она все делает, чтобы вы могли самым простым путем обрести целостность, снова почувствовать единство. И если каждый из вас, который является шестеренкой социума, 7 миллиардов, не готов просто приложить тысячу усилий, полностью себя выложить в том, чтобы найти тот самый простой путь внутри себя, потому что тело его знает. Есть вселенная, она не бухает и полностью заботится. Стоит начать хоть чуть-чуть доверять. А доверять вселенной очень просто. Начать, если хоть не чувствовать, то понимание обрести. Это тем, бывают у вас в жизни моменты, когда вроде должна быть жопа, а получается все классно. Выписываете этих моментов штук 200, читаете и смотрите. Вот вселенная о вас заботится. Откройте глаза, придите в себя. Вселенная о вас каждый день заботится, каждый божий день она о вас заботится. А мы ходим и говорим, ааа, люди страшные, смотрим в зеркало, блин, ты козел. Если вам неинтересно сделать свою жизнь счастливой, то что у нас получится из социума? Если каждый из вас не готов встать и начать работать, чтобы понять себя, над собой работать, понимать себя, идти глубже, любить себя, нежность дарить, благодарность, то кто это сделает? Кто-нибудь другой? Вот кто-нибудь другой. Относительно меня, вот кто-нибудь другой. Я сяду и буду ждать, когда кто-нибудь из вас, наконец-то, оторвет свой зад от того, где он находится, посмотрит, куда он хочет пойти, начнет понимать себя, реализует себя, станет целостным, и что-то получается. Я в жопе ожиданий. Я сижу и жду, когда кто-то из вас, наконец-то, просветлеет. Великолепное же выражение. Хочешь изменить мир? Начинай с себя. Если мы так хотим, чтобы наш социум стал лучше, так нужно подниматься, правильно? Нужно понимать себя, нужно понимать, что мы хотим, кто мы такие и все остальное. Про нежность я так и не сказал. Так вот, очень прикольный ключик — это нежность. И если благодарность мы генерируем до состояния умиротворения, а если еще глубже это умиротворение генерировать, то рождается нежность, очень сильная такая нежность невероятная, которая перетекает в блаженство. Из этого блаженства, если его еще дальше генерировать, вы выпадаете в единство. Вот очень простой способ, но очень задалбывает, извините меня, по 6 часов в день генерировать какие-то чувства, когда можно посетить ВКонтакте. Поэтому я пишу в объявлении, кто хочет работать по нейронной алхимии, по 6 часов в день можете генерировать? Окей, я с вами работаю. Иначе это детский садик. Если вы не готовы приложить 100% усилий, тогда для чего это все? Просто копать говно? Смысл. Все эти вот условия можно убрать очень простым способом. Есть базовые вещи, эти базовые вещи рождаются из проживания опыта, правильно? Мы проживаем опыт, у нас появляется понимание. Когда у нас есть только понимание, а опыта нету, получается фигня. Мы только бегаем за этим опытом потом и говорим, я это понимаю, я мозгами это понимаю, а в жизни не получается. Поэтому для меня очень важно, чтобы был главное телесный опыт, а понимание приходит автоматом, выстраивается само тут же, потому что есть телесный опыт. Так вот, нежность для меня это огромнейший ключ. И есть большая разница в нежности, которая получается, когда вы испытываете невероятную благодарность, доходите до умиротворения, и потом начинает рождаться такая тончайшая, но очень мощная нежность. И совсем другое качество нежности рождается, когда вы испытываете чистую ярость. И эта ярость даёт ощущение свободы, и вот эта свобода превращается в нежность. И это совсем другое качество нежности, как в музыке, там до второй октавы, ну короче, до вот здесь вот, и ля вот здесь вот. В общем-то, ну нет, до здесь и до здесь. До одинаковое, но качество этой нежности совсем разное. Сейчас я вообще на ярость передаю, опять за нежность забуду. Офигеть! Ладно. Я всё равно пока про нежность не скажу, то, что хочу, я всё время в голове это держу. Спектр чувств и эмоций, это как палитра у художника. Как только мы испытываем боль вместе с каким-то из этих чувств, мы больше не используем эти краски. Простой пример. Мама дарит нам офигительный подарок, ноутбук, и тут же начинает нас учить, что мы должны на нём делать. Потом тут же ругает нас за то, что мы неправильно открыли, распаковали, аккуратнее, что ты делаешь, не урони. Вот уже не хочется этого ноутбука. Уже рождается боль того, что ты начинаешь чувствовать себя таким маленьким, жалким, ты ничего не понимаешь, выходит, и да, нужно слушаться маму, аккуратнее, ещё аккуратнее, быть совершеннее, идеально каждое движение делать, даже открывать вот так вот. И дверь сухолодильника вот так вот. И вот эта радость от подарка склеивается с болью, непонимание. Почему мама всё время на меня кричит, считает, что я такой полный олух и тупица. Она так и говорит, ты что, тупица? Ты что, не можешь правильно открыть коробку? Это чувство счастья от получаемого подарка, радости, да, радость. Склеивается с этой болью непонимание. Мы вырастаем, мы встречаем какого-нибудь человека, мы радуемся, и тут же у нас в голове подвох. Где-то тут, ну, матюками не буду. Где-то тут подвох. Однозначно сейчас какая-то жопа будет, потому что оно склеено. Радость автоматом потянет за собой эту боль непонимания, что вас сейчас будут ругать, вас сейчас назовут тупицей. Мне кажется, как у молодого человека как раз такая ситуация. Зеркало? Не можешь испытывать благодарность, потому что оно у тебя склеено, как раз вот с этим. Ну, ты слушай и смотри. Это я чего? Да, я очень сбиваюсь, когда так. Он растает, это склеенное чувство остаётся. Да, и потом встречаешь человека, чувствуешь с ним радость, чувствуешь такой подвох. Ну, где-то там точно наёбка будет. Я тебя люблю? Да, я так радуюсь, когда ты приходишь. Что-то непонятное творится. И хочу быть с этим человеком, и хочу, чтобы он уже ушёл побыстрее. Ну, бывает такое у вас, когда, ну, вроде любите человека, но уже так он достал местами. Ну, бывает ещё такое, что как бы человека любишь, там, понимаешь, и в тот момент ты думаешь, блин, ну, это не может быть так хорошо. Вот такая мысль про скайки, ты думаешь, что это за фигня? Так, это немного другая. Это немного другая штука сейчас. Да, я помню, ты тоже об этой штуке спрашивала, когда слишком много счастья. Я сбиваюсь. Да, и вот этот, например, этот человек просто дарит вам подарок. Ну, от всего сердца, понимаете, у него романтика. Он видит вас непостижимую богиню или бога. И он дарит вам красивое. А вы такие, ааа, что ты от меня хочешь? Что я тебе должна? И сразу же дайте требования. Вы уже начнёте отвечать, и с того момента, как будто от вас уже требуют, как будто вас уже назвали глупцом. Ты что, думаешь, я дура, и не понимает ли, чего ты мне это даришь? Простая реакция, когда радость склеена с непониманием, почему меня называют дурой. И поэтому, когда мне дарят подарок, у меня врубается радость. Это же классно. Целое колье алмазное, нифига себе, там бриллиантовое. Это же офигеть можно. Я могу это пойти отнести обратно, получить деньги, купить что-то там, утюг, стиральную машину, ещё что-нибудь. Это же классно. Радость рождается. И при этом мы тут же начинаем отвечать из этого момента, из-за того, что нас уже обвинили в том, что мы полные дебилоиды, глупые. И мы говорим, ты хочешь, чтобы я с тобой теперь спала за это? И ты не понимаешь, как эта логика работает. Человек тебе с открытым сердцем, а ты ему такую штуку сразу. Оно склеено. И вот когда ваши чувства склеены с болью, получается жопа на самом деле. Вы чувствуете одно, а выражаете совсем другое. Чувствуете радость, а говорите, говно получается. И другой человек не виноват сейчас, по сути. Он к вам с открытым сердцем реально может быть. Ну да, может, у него свои приколы, там тоже что-то склеено. Но представим, что человек к вам с открытым сердцем, а вы ему сразу, что теперь спать с тобой должна за это колье? Особенно, если в Питере подарят, да, или в Москве. Да. А что если вот не понимаешь, что такое реально чистая радость, вот будешь вот такой генерируем? А сразу хрень поднимется моментально. Да, и вот когда вы генерируете чувство, и оно не склеено с болью, то появляется кайф, легкость, радость, вот такое торжество, именно такое. Вау! А если оно склеено с болью, то автоматом поднимается боль. Поэтому очень легко проверять, генерируете радость, или там генерируете нежность. А очень хорошо на нежность идет, потому что в детстве, например, нас мало обнимают, да, а если обнимают, потом отталкивают, когда мы так не то делаем. И мы чувствуем внутри эту боль, что мы не нужны просто потому, что мы есть. Мы маме с папой не нужны. Мы нужны маме с папой для того, чтобы мыть посуду вовремя, учиться, не напрягать, делать вот это, вот это, вот это, что мама, и папа считает, мне надо в жизни ну ладно да и когда генерируешь спасибо когда генерируешь нежность тогда эта боль выходит очень быстро потому что ты сразу чувствуешь одиночество моментально чувствуешь никому не нужность и генерируешь это нежность начинаешь плакать на фига это надо я генерирую к себе нежность я никому не нужна никто меня не обнимает на фига это и моментально выходит боль в общем очень просто вот так вот классный вопрос что вы можете генерировать чувства до глубины до очень сильной такой такой интенсивности и если нет усталости если не поднимается боль если от этого идет только радость торжество творчество все круто все круто если вы реально очень глубоко это генерируете так что именно торжество такой такая радость так просто сразу везде моторы врубаются и так очень просто проверять где у вас боль генерирует это чувство очень сильно и сразу она поднимается радость генерируете сразу страх начинается погенерируете радостью в метро не только делаете это дома делайте эти чувства дам нежность в местах общественного характера потому что там другие люди или дома вместе с папой с мамой это тоже самый такой легкий проверочный моря вариант с папой с мамой рядом нежность ага там боль сразу же на папу с мамой с нежностью и что будет я не могу чувствовать к ним нежность но она не получается это генерировать я не знаю выхожу за порог все классно даже к стене чувствую нежность захожу домой не получается и сразу можете видеть а где не получается где не выходит без вселенной не бухает и не спит вы хотите это увидеть она вам это покажет ярость и нежность так вот от умиротворение до ярости целая палитра чувства эмоций можно великолепно проживать каждый день своей жизни смешивать все что угодно делать коктейли испытывать это создавать творчество потому что если использовать всю палитру у вас так прет от переживаний что нужно куда-то это выражать и автоматом захочется делать то что вам больше всего нравится а только вы начнете делать то что вам не нравится то сразу же сработает зеркало а тут уже либо вы врубаете мозг и наблюдаете внимательно ага 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 что же это значит очень помогает записывать то что вы видите в отражениях то что вызывает у вас дискомфорт записали сидите и смотрите где-то здесь есть общее ядро какая-то логика здесь присутствует думаете размышляете к вам приходит понимание благодарности добавляем нежности тело такое это вот это вот главная штука бац поняли все очень просто если сотрудничать с телом со вселенной ярость и нежность ярость и умиротворение так вот когда вы мы генерируем благодарность и доходим до умиротворения то чуть глубже идет невероятная нежность генерируете так это искал благодарность да генерируете ярость ярость это не ненависть нет это мощь правильно у многих ярость спаяна с болью очень хорошо потому что что на нас кричат на нас злятся от нас требуют нами недовольны нас бьют нас насилуют нас унижают в детстве в подростковом возрасте чистая ярость как молния как гроза буран торнадо цунами пугающая но невероятно мощная чистая энергия она склеивается с болью генерируешь ярость и получается ненависть думаешь ой что-то не то вроде как бы ярость должна быть а получается раз и ненависть вот проще всего находить такие моменты генерируете ярость ярость а получается ненависть отвращение рождается уйты рождается отвращение презрение можно я в киеве привыкла там тоже так фотка ли со вспышкой и очень просто начните генерировать ярость и вы сразу видите что у вас рождается но вы видели надо вагнера полет валькирии у него да у вообще да нужно найти музыку которая будет вызывать у вас чувство ярости ярость это как торжество так сложно объяснить это практически как ненависть вот ненависть всем понятно ненависть всем понятно если убрать обвинение на другого ли на себя вот кому ненависть это если убрать обвинение то стоя остается ярость ну представляешь если молния будет думать таковой сейчас ударю если она будет думать у нее и и энергия скомкана с болью рождается ненависть сейчас я найду какую-нибудь там темноволосую зелеными глазами обязательно без двух зубов потому что она не достала последний комент вконтакте про молнию был не очень так вот чтобы вычислить ярость можете просто генерировать если вы не чувствуете что такое ярость когда вы смотрите на грозу на буран на торнадо на цунами когда хоть представляете этот цунами огромнейшее а не слышно да она же отлично видео вообще вызывают все такие сразу чувства вот и если у вас не рождается то понимание ярости если в это внутри себя не чувствуете вот ты не чувствовал да марат помнишь мы говорили про ярость ярость когда в суши баре сидели и ты сказал что ты в общем то не чувствуешь эту ярость вот а как-то начало чувствовать адаст него личностью точно но он поднял тени в уличный да 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 головой в кровати ну если она не окрашена негативные эмоциями то как бы ну да кусать царапать она будет да это ярость до сексуальная энергия напрямую связана с яростью просто напрямую меньше то как у пацанов если не генерирует ярость сразу встает или нет ну потому что когда я генерирую ярость вот сексуальная энергия наполняет все тело ты просто вот весь такой не знаю глаза горят дыхание другое движение другие осанка другая а скорость а ну все смысле ну ощущение скорости более большой ага поэтому если у вас не рождается такого сразу вы не понимаете что это и не музыка не картинки не резонирует тогда просто возьмите того кого вы очень ненавидите если меня пожалуйста меня главное чтобы сработало берете эту ненависть к другому человеку если это к себе так себе например другому человеку берете ненависть чувствуете эту ненависть еще сильнее только не сильно переусердствовать и потому что мозг и сердце сразу будут резонировать болью и попытайтесь расклеить убрать из ненависти хоть на чуть-чуть хоть на минутку отодвинуть внутри себя вот в этой ненависти фактор того человека которому уйдет ненависть на чуть-чуть это двинуть в сторону как будто вот эта ненависть если бы она была без человека вот если бы вы ненавидите кого-то и вы представляете хоть на пять минут эта ненависть не связана с этим человеком оно должно отпускать расслабляются ноги и руки и появляется ощущение в животе в солнечном сплетении и вот и начинается накатывание мощи вот так вот ярость это огромнейший потенциал оно из-за того что он так склеен с насилием с руганием с недовольством с агрессией разного вида там злостью обидами оттолкновением то есть когда отталкивает не хочу с тобой разговаривать вот она ярость она ярость с болью ты говоришь я не хочу с тобой общаться все отойди от меня ведь можно сказать по-другому мне так больно внутри поэтому мне сейчас сложно с тобой разговаривать совсем по-другому правда ведь и вы понимаете что вас не посылают на три буквы вы не нужны маме мама просто сейчас очень больно когда вы можете вот здесь уязвимость уязвимость открыто сказать если мама может открыто сказать будучи уязвимой сейчас не так больно что я не могу с тобой разговаривать очень больно пожалуйста прости я уйду в комнату до Мне нужно побыть одной. И ребёнок понимает, маме больно. И ребёнок просто будет, например, подходить к маме, вместо того, чтобы обидеться на неё и понять, почувствовать одиночество, он просто, не знаю, подарит маме цветочек, открытку подсунет под дверь и скажет, мамочка, всё хорошо. Или подойдёт, её погладит по ноге, мама, всё нормально, всё образуется. Так и со взрослыми людьми, если мы уязвимы, если мы говорим прямо, что мы сейчас боимся, поэтому мы такие агрессивные, нам сейчас очень страшно и больно внутри, то другой человек, у него есть возможность вам помочь, проявить к вам свою нежность. Чувства работают в обе стороны. Когда вам больно, вам плохо. И если вы говорите об этом, о том, что вам сейчас больно, вы даёте другому человеку проявить к вам нежность, проявить к вам внимание и понимание, заботу. Это, конечно, прикольно. Я целостная, я сильная, сумки сама несу, всё сама делаю. Вообще, в общем, очень целостный, самостоятельный человек. Но дело же не в этом, а в том, что когда идёт взаимодействие, то если я устаю телесно, я говорю об этом, и человек может меня обнять, может понести мои сумки. Или когда другому человеку плохо, я могу приготовить чай, постелить, накрыть его одеялом. И мы можем таким образом проявлять заботу друг о друге и видеть, да, я могу проявлять эту нежность. Когда мы даём друг... А? Это получается больно, но целостность, когда уже вместе взаимодействует. Нет, имеется в виду целостность, когда ты один, без кого-то, тебе не больно. Да, когда взаимодействует, это тоже целостная такая нежность? Ну, бывает, есть человек целостный, а есть человек с дырой. Слушай, покажем? Ну, да. Ну, это если целостный, целостный, а если целостный, и со страхом, и с болью, например. И он тебя не подпускает к себе, да? Он говорит, отойди от меня, ты к нему с нежностью, он говорит, отойди от меня, что ты от меня хочешь? не трогай меня, мне сейчас плохо, все, уйди. И тут как? Тут приходится либо сесть и ждать, благовоние включать на пороге, музыку, открытки закупать, йогурты приносить. Чувства и эмоции ваши инструменты. Вы можете просто найти, где у вас боль, генерируя чувства за чувством, эмоцию за эмоцией, на полную, до глубины, до самой глубины. Так я чувствую, я после перерыва к нежности вернусь. Потому что жизнь, она наполнена чувствами и эмоциями. Если убрать чувства и эмоции из нашей жизни, получится скучно, скучно-серо. Убираешь красоту из жизни, уже скучно-серо. Убираешь юмор из жизни, невероятно скучно-серо. Поэтому чувства и эмоции – это палитра. Вот. И вы сами разукрашиваете каждый свой день. Вы сами. Взяли сегодня вот эту краску. Она какая-то, фу, ужасно пахнет. Дед, положу обратно. Боль. Не, не буду. Так, может, чуть-чуть, потому что, ну, надо для картины так чуть-чуть. Фу, как воняет, господи. Я как-то по-другому, похожий цвет сделаю. Ой, это воняет, боже. И получается, у вас остается пару красок, которыми вы рисуете свою картину. Получается, в общем, красиво. Но вот если бы использовать всю палитру, ну, да, есть графика. Очень классный стиль. Черно-белое. Невероятно. Просто захватывает. Ну, нарисуйте такое цветное. Сядешь так. Какие оттенки. Полутона. Сейчас меня сфоткают. И вы сами решаете. Либо ваша жизнь черно-белая графика, потому что весь остальной спектр цветов вас пугает, он воняет, и вообще лучше его не использовать. Либо вы учитесь понимать, где у вас боль на каждом чувстве, на каждой эмоции. И тогда вы способны... И тогда вы способны на самом деле очень полно проживать каждый свой день. Потому что вы сами наполняете свой день эмоциями и чувствами. Вы сами творцы своего счастья. Пытаюсь не ругаться. В общем, перерыв на 10 минут. И будет про нежность. Видимо, нежность наконец. Ага. Класс. Я ржу прямо в микрофон. ПОСУМАРМИКС. Режу. ПОСУМАРМИКС. Режу. Режу.